Привет, друзья! Лига наций продолжается. Сегодня состоялась жеребьёвка финальной части. Напомню, в финал четырёх пробились. Сборная Франции, победитель группы А3. Команда набрала за время группового этапа 16 очков, одержала 5 побед, 1 ничью. 12 голов забила и 5 пропустила. Оливье Жеру отметился 3 раза. Сборная Бельгии, победитель группы А2. 15 очков, 5 побед и 1 поражение. 16 голов забито и 6 пропущено. Ромелу Лукаку имеет 5 мячей. Сборная Италии, победитель группы А1. Сборная выступит хозяйкой будущего финала. В группе подопечные Манчини набрали 12 очков, 3 матча выиграли и 3 свели в ничью. 7 голов забили и 2 пропустили, меньше всех. Игрок Сосоло Берарди забил 2 мяча. Сборная Испании, победитель группы А4. 11 очков, 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение. 13 забитых голов и 3 пропущено. Ферран Торрес отличился в группе 4 раза. Команды расположены в таком порядке не случайно, ведь Франция стала лучшей на групповом этапе. Показатель Бельгии несколько хуже. Италия третья, а Испания заняла 4 место из 55 стран. Если сравним с прошлым финалом, в котором приняла участие хозяйка победительница Португалия, Нидерланды, Англия и Швейцария, то в нынешнем сезоне абсолютно новый состав призеров. Кстати, португальцы стали первыми, Нидерланды стали по итогам турнира вторыми, англичане третьими, а швейцарцы четвертыми. Интересное наблюдение. Наша нынешняя четверка расположилась за ними с пятого по восьмое место, словно приняв эстапету участников первого финала. После жеребьевки мы узнали, что итальянцам в полуфинале предстоит сразиться с испанцами, которым уступили в 2017 году в отборе на чемпионат мира 0-3. Добавлю, что за последние 10 лет команды сыграют между собой в десятый раз. В истории противостояний Италия имеет 11 побед, у Испании на дну больше 12 и 15 игр завершились ничейным счетом. Во втором полуфинале французам предстоит сразиться с бельгийцами, которых обыграли в 2018 году на чемпионате мира со счетом 1-0. А до этого в официальных играх сборные не пересекались 32 года. В истории противостояний Франция имеет 27 побед. Вы знаете, у Бельгии показатель лучше 31 выигрыш и 20 поединков завершились ничейным счетом. Замечу, что в этом мини-турнире не будет дополнительных экстра таймов. При ничейном исходе матч переходит сразу в серию пенальти. Полуфиналы 6 и 7 октября 2021 года в Турине и Милане. Финал и матч за третье место пройдут 10 октября 2021 года. Сейчас важно узнать состав корзин молодежного чемпионата Европы и состав корзин перед жеребьевкой европейской квалификации на чемпионат мира. Напишите свои результаты Лиги наций. Услышимся!